Переделывает карту всей Зельды, ну, в данном случае Зельды. Есть рандомайзеры по метроиду, по другим старым играм, которые вносят определенные коррективы в то, как выглядит Зельда, или там, какая-то другая игра. Меняет местоположение данженов, то есть подземелий, в которых расположены предметы, то, какие предметы в них расположены, то, какие враги, в принципе, в оверву, на верхней карте, по-моему, и так относительно рандомноваты, если можно так сказать, то есть случайны. Но вообще рандомайзер, в первую очередь, он меняет расположение всех предметов на карте и подземелий, а также всяких бонусов, таких как пещера с деревянным мечом или еще что-то, пока они... надо будет свериться, насколько из будущего я говорю, у меня тут некоторое время назад началась реклама. Дам вам посмотреть. Я думаю, реклама уже закончилась. Я так предполагаю, что вещаю немножко из будущего, насколько именно будем пояснять по ходу дела. Ну да, рандомайзеры, на самом деле, прикольная вещь. Еще прикольнее смотреть рейсы по ним, что, собственно, мы и будем делать. Ну, 20 секунд. Если бутнуть несложно, то why not? Тогда я буду из прошлого комментировать. Секунд, я думаю, даже 25, потому что я еще давал небольшую задержку к тому времени, когда озвучивал. Ну, что касается рандомайзера Зельды, да, здесь за основу берется самая первая Зельда 1986 года. И если я знаю, как... Если надо проверить вообще донейшн-трекер, было бы, но я думаю, уже увидим вживую, в таком виде будет сейв-файл для игры. Скорее всего, это лонг. Лонг — это такой мемчик, который подразумевает линка только. Hi, I'm long from Insilvania. Старая добрая мема начала 2010-х. На самом деле, из прошлого не особо лучше, но посмотрим, как будет получаться, да. Хорошо. Пока по таймеру не будем сверяться, но... Если не по таймеру, даже не знаю, по нацающему парню из зала тоже сложно. Ну, а мы тем временем, к третьим суткам, к истечению третьих суток, марафона, может, уже и больше времени прошло, достигаем полумиллиона пожертвований. Как классно там махали ушки. Ладно. Поговорим-ка мы с Кейзароном во время интервью. И Кейзарон берет интервью и Кейзарона? Окей. Итак, как ты себя чувствовал во время этого забега? Ну, знаешь, это было очень много усердия и решительности. Хороший ответ. Было много спиннеров, ты много попался на вращающихся персонажей, как-то тебе было... Ой, ну... Не очень приятно, конечно, ну, по крайней мере, не пришлось ресетать тысячу раз, чтобы попасться на нужного клона. Это он, типа, немножко... подшутил над последующим, за ним, спидраннером. Он спрашивает, как ты вообще втянулся в спидрайнинг Токимонов? А я смотрел рэп-баттл по Ютубу и что-то мне попалось в рекомендациях. Короче, алгоритмы рекомендации Ютуба, это... удивительные вещи. Вообще, очень круто брать интервью у самого себя, надо попробовать в будущем. Это немножко рассказывает про твой настрой. Ты при этом несколько манипуляций РНЖ немножко профукал, неудачных правил, из-за чего? Ну, там, марафонная удача, я так на это спешу, то есть... Какие жесткие шутки над собой, этот чувак такой... шмакнул. Не буду переводить слово шмак, не суть важна. Говорит, у него была манипуляция таймером, чтобы хоть более-менее как-то преуспеть. Ладно, ответим на вопросы. Что было самым сложным во время изучения спидрана? Ну, я бы сказал, выучить манипуляции РНЖ, это было довольно сложно. Ну, и еще быть сосредоточенным три с половиной часа, терять внимание заскучать за это время тоже легко. Нужно сосредоточен быть три с половиной часа, это нужно было. Ну, и да, ты, Кейзарон, очень крут, ты смог это сделать. Браво. Теперь вопрос к Кейзарону от Кейзарона. Его задает интервью иер-поимену Кейзарон. Если бы я был бы... Если бы я хотел быть таким же крутым спидранером, как и ты, где бы я искал ресурсы покемона, информацию. Во-первых, есть дискорд, на спидранкоме есть гайды, ну, и в целом, ну, лучше всего через комьюнити. То есть, вы обращаете уважаемый Кейзарон в дискорд спидраннеров покемонов, конкретно отдел по кристальным и смотрите все, что вам нужно. Какой полноценный ответ. Спасибо, Кейзарон. Еще один вопрос от Кейзарона. Можете мне рассказать про memebig.net Что такое memebig.net? А, это всего лишь сайт, который перенаправляет на мой собственный стрим на твича. Заходите, смотрите. Саллаут, саллаут. Жесткий. Джей Хоббс прислал вопрос из трех слов, которые подойди, надо поговорить. Извините, уважаемые зрители, я пошел, мне пора. Кейзарон, конечно, отличное интервью сделал. Вы думали, что это был сегмент с призами, но нет, это был я. Дио. Джо Таро. Ты любишь призы? Джо Таро. Дио. Я их обожаю. Покажи мне все призы, которые будут. Да, Дио. Поскольку нам предстоит ночная трансляция, все нормальные люди давно ждут, то можно погрузиться. О, боже. Не надо было открывать книжку на этой странице, как сделал Сент. Он показал страшные вещи. Хитмонли, да. Комментатор поплывет за предстоящие несколько часов, ничего страшного, не смущайтесь. Сент хорошо рекламирует разные хорошие призы. Если кто-то не знает, призы можно выиграть жертву на благотворительность. Так оно работает, оказывается. у нас нормальная мотивация для того, чтобы люди больше донатили, помогали благотворительности докторам без границ, врачам без границ, как-то так. Король Бу, которого, по-моему, в СМС не будет, то бишь Супер Марио Саншайн. Вот до Супер Марио Саншайн еще два часа. Кейзару не вернулся? Что произошло? А, ну, походу, да, реально не ту камеру включили. Кейзару даже не знает, что он на экране. Это было красиво. Рисунки акрилом по холсту, при этом размер холста 10 на 10. Весело. Ммм, прикольные рисунки. Почему он их показывает вверх ногами? Это все нормально. Это, если что, был Линк и Марио, их силуэты с изображением карты из игры. Забавно. как напоминается, меньше, чем за полмарафона уже собрали полмиллиона долларов. Почти. И для того, чтобы завтра был еще на втором бонусном блоке бонусной игры, чтобы были Старкрафты. Хотел сказать, покемоны и компания за протасов, но вроде покемонов нет такой компании. Нужно собрать еще добрых 50к. И как раз набрать те самые пресловутые полмиллиона. Очень, я уверен, там будет гораздо больше к этому времени. Да, какие-то несерьезные суммы воротят на этом геймзанкой. Я дорвался до кормушки. Надеюсь, вам не слышны всякие странные звуки. Время от времени буду вспоминать, напоминать. Вообще, что-то чат уснул и слишком мало, видимо, я говорю слово кормушка за время своего комментирования, чат приуснул, что в принципе тоже нормально. У меня как бы был такой замысел, чтобы чтобы на Дельтаруну никого не осталось в живых, чтобы все нормально спать. Всем кто ложится спать спокойно у вас на спать 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 спокойная ночь. Спокойная так что будем будем посмотреть будет ли кто-то из русских комментаторов вообще на этой игре. спать и кажется, к рандомайзеру все подготовились из участников. Сколько там? Два, по-моему, два. Если что, по рандомайзеру просто не может быть мирового рекорда. Ну, или точнее, может быть рекорд по каждому отдельному сиду, ну, сид, зерно. Как видите, экраны у игроков стоят таким образом, чтобы они не могли друг за другом подглядывать, потому что информация о том, куда пойдет каждый следующий куда пойдет игрок, в какую сторону, это секрет. F. Кафлин с правой стороны сидит, он, кстати, один из создателей вообще вот этой вот вещи, как рандомайзер по Зельде. Вообще, два очень хороших и очень крутых игрока, Джейм Вилл и F. Кафлин. Они просто в легенду в Зельде отличные игроки. Ну, плюс, хорошо адаптировались конкретно к забегу. Ну, как это сказать? Не то, что послепую, но не зная, где расположены все предметы, донжоны, то бишь подземелья и, собственно, даже сам Гэна, финальный босс. Поехали. Начинается отсчет. Сейчас удостоверимся, насколько он по времени соответствует или не соответствует. У меня 2-3-4 секунды. И мы идем в первую же пещеру. Здесь деревянный меч оставили на месте. Если что, рандомайзер может сделать так, что там даже меча не будет, и вам придется обойти весь хайрул, пока вы найдете хоть где-то этот меч. джейм ивелл пошел уже в первый данж. Я так понял, они более ванильную, более облегченную версию сида выбрали, то есть там, где не так сильно уже запутаны все места, но у обоих игроков одинаковый сид. Кафлин наткнулся на одного из противников с очень высокими, с очень высокой атакой и потерял уже немножко своих хп. Кстати, ближе к центру экрана мы видим список предметов, которые персонажи подняли. Дело в том, что для полноценного прохождения ну некоторые предметы больше нужны, некоторые меньше, то есть там для убийства Геннона обязательно нужен меч, так можно было бы в Свордлес поиграть. Вообще, чтобы пройти через зерно, иногда может быть необходима лестница или плот, чтобы проплыть до следующего данжона. вообще нужно обойти все восемь данжей. Поднять, кроме того, лук, стрелы, жеслы магические. Эф Каффлин зашел в один из магазинов, посмотрел, что продавец говорит, передавайте привет ребятам из МСФ, то бишь врачей без границ. Так что тут они немножко подредактировали тексты продавцов. Джейм Ивелу достался уже жезл, пока правда это отобразился среди его предметов. Мне интересно, не слышит ли случайно Эф Каффлин вот эти вот звуки комментирования, потому что он теперь может сделать вывод. Они упомянули раньше, что Джейм Ивел зашел в первый же данж очень близко к входу и что там расположен жезл. А это как раз дополнительная информация, которую мы подслушать и для того, чтобы эту информацию не спалить, собственно, так и разместили их экраны. Джейм Ивел наткнулся еще на одного врага и Эф Каффлин потерял жизнь в шестом данже. Вверху мы можем увидеть в каком данже каждый из персонажей сейчас находится. То есть кстати они оба одновременно использовали сейчас так называемый ворп, но нажали вверх А, что перемещает вас, ну как использовать континью, умереть и использовать континью, переместиться к самому началу первому экрану, с которого начинается игра. в принципе рандомайзер позволяет и стартовый экран тоже изменить, чтобы начинать с других мест, чтобы еще была более непредсказуемая игра. Эф Каффлин поднимает уже несколько бомб, а у Джейм Ивел столько же бомб, еще был один ключик, который он только что использовал, и опять же мертв вверх А, чтобы переместиться к началу данжа. Кстати, комнаты в данжах тоже перепутаны, как правило. По карте можно посмотреть, хотя в целом лей-аут уровня, то есть общее соотношение комнат выглядит так же, например, есть данж, в котором комната рисует картинку орла. Так вот, Орел там будет также нарисован в рандомайзере, только комнаты все равно будут перепутаны. Ну, хотя комната конкретно, например, с фрагментом Три Форса может быть на месте. Так, Джейм Ивел уже нашел первый кусок кусочек Три Форса, мы видим. О, ему достался еще и лук. Ну, у Джейм Ивела очень хороший прогресс. Это гонка вслепую, то есть мы не знаем как ни один из раннеров не знает насколько успешно выступает его соперник, чтобы не получать лишней информации о том, как проходить, в каком порядке лучше проходить подземелье. с другой стороны Три Форс нужно собрать целиком, чтобы направиться к Гэнону в данной итерации, насколько я понимаю. Некоторые предметы могут быть что он сделал? Он подзарвал книжку. У Джейм Ивелу достался очень крутой предмет. У него сейчас весь урон, который он получает, это все четверо от того, что наносят враги. ищет один из предметов. Кстати, на карте у него видно, что как потихоньку вырисовывается тот самый орел на карте. Тут действительно неизвестно, как соотносится разная комната и как они соединены тоже. Поэтому иногда можно обойти полподземелья, пока найдется нужный вход. Важно иметь нужное количество ключей еще, чтобы открывать двери. Те, которые под замком. Секрет... Так, ну вот, Эв Кафлин нашел свой первый кусок Три Форса. Это хорошо. Выходит из подземелья и перемещается к стартовой локации. Собственно, Жезл ему тоже достался. Я так понимаю, он все-таки подслушал. Бомбит стену, заходит... О, нашел 28 рупий просто так. И... как там было подписано, закиньте эти 28 рупий на убийство животных. Эти вещи везде везде. Все, все. И мы также имеем 25-доллар донацион от Enamel, которая говорит спасибо всем в коммунии которые сделали эту рупу происходить. GDQ за поставить на сцену и поддерживать Great Cause и Фред за сделан этот великолепный рэнобайк. Спасибо большое. Музыка у нас идет с экрана Джейм Ивелла. И он, кстати, Джейм Ивелл, у него просто гениальная марафонная удача. Ему достался мастер-ключ, то есть самый крутой ключ, ну, еще и второй кусок Трифорса тоже, но супер-ключ, ему теперь не нужно беспокоиться о счетчике ключей, чтобы открывать нужные двери, у него сейчас бесконечные ключи. Ну, мы видели, где расположен этот магический ключ, и можно быть уверенным, что Эв Кафлин тоже достаточно легко его найдет. В целом, кстати, маршрут прохождения у раннеров сходный, то есть Эв Кафлин уже тоже добыл себе лук, и если оценивать их прогресс вот именно по количеству собранных предметов, то он примерно одинаковый. каждый манипулирует, то есть откладывает у себя в памяти, где какие данжи находятся, где какие предметы. Очень много информации можно получать из МПС, то есть есть МПС, которые просто торгуют информацией и дают подсказки, где расположен тот или иной предмет. Ну, по крайней мере, так запрограммирован в целом вот этот вот рандомайзер. Есть вариант настроить рандомайзер так, что они всегда будут говорить именно полезную информацию. Можно настроить, что информация будет примерно такая же, как в оригинальной игре. Можно так, что они в половине случаев будут лугать, и вам приходится угадывать, правда сказал вот этот конкретный НПС или нет. Ну, и, наконец, есть вариант с подсказками от разработанной комьюнити. они, как правило, очень шутливые, прикольные, ну, как то, что сейчас в основном пишут в своем непосильном экране, типа привет ребятам из Врачей без границ, или убить животных, и тому подобное. Да, шутки в подсказках уже были. в шестом данже сейчас сражается джейм ивел с мини-боссом. левел 1 это может быть хорошая возможность джейм 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 ему, возможно, достанется еще какой-то сверхполезный артефакт. Посмотрим, я пока не видел еще синих визрубов, кошмар любого спидранера, зельды. Кстати, в этот же момент зачитали пожертвование удачи с визрубами. Визрубы зельды не 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 но ну да, хорошие подсказки. Нак-нак, хуздэ, тук-тук, кто там? Ладно, это старая-старая шутка на английском языке, которую пересказывать не особо актуально, потому что она смешна в основном на английском. Джей Милл очень долго старается искать. М-м-м-м. Из-за того, что у Джей Милл, кстати, была немножко троллёва или как-то назвать, комната с торговлей, ему можно было потратить немножко рупий и получить бонус, но у него четырёх рупий не хватило, и он получил наказание, у него счётчик бомб уменьшился на один максимум, то есть он не может сейчас собрать больше семи бомб, в норме максимум восемь, ну, вместительность рюкзака, сколько можно с собой носить бомб. Эв Кафлин с правой стороны уже тоже обзавелся мастер-ключом от всех дверей. Мы Класса. Окей. Джейм подумал, оставлять это потому что технически это не требуется победить гейм, потому что это где вы не вы вы но это джейм нашёл если я правильно понимаю, это лумеранг. браслет открывает ни дороги вокруг Hyrule и потому что мы не имеем рюкзака которые могут вновь вновь ах, да, я вам не рассказал про скроллинг экрана, зато это сделал медсток в чате. в рандемайзере он тоже работает. В основном работает эта вещь в верхнем мире, то есть там за 5 пикселей от края экрана встать, потом нажать немножко вверх и потом идти в сторону. Короче, чтобы пройти с левой стороны экрана вправо оказаться как бы так телепортация в рамках одного экрана только там можно пройти сквозь непреодолимое якобы преграды оказаться совершенно в другом экране. Ну, вообще, это лучше показывать на примере, когда они будут так скроллить экран в основном мире. Ф. Кафлин, по-моему, тоже потерял... Хотя у него вроде рупий было довольно много. Сейчас посмотрим, уменьшился ли у него счетчик рупий или нет. Павел, не счетчик, а счетчик бомб. есть шанс и, кстати, вот здесь у Ф. Кафлина есть шанс выйти вперед. Он ищет предметы, которые позволяют быстро перемещаться, ну, такие как лот и лестница. Ну, оба, как мы видим, активно пользуются жезлом. Жезл сейчас актуальнее, чем деревянный меч. Фред Ф. Кафлин решил еще и бумеранг тоже использовать на него бомбу. Короче, он игнорирует нужные предметы. Окей. Ф. Кафлин собрал еще один кусок Трифорса. Конкретно, если смотреть на эти треугольнички, то он вроде вырвался вперед, правда, ненадолго. Джейм Ивел собрал шестого, данжа, Ф. Кафлин из второго. И у обоих по три штучки. Но Фред Кафлин по количеству жизней впереди. У него пять сердечек. Ну, это хардпис, то есть кусочки сердца, так сказать. Так, так, так. Ф. Кафлин достался еще один хардпис. У него уже шесть. У Джейма было пока четыре, а пару минут назад было вообще только три. Стартовые. Потихоньку набирают себе танковость, то есть возможность выносить удары. ну вот сейчас как раз проскроллил Ф. Кафлин. Я, правда, отстал по времени, знаю, поэтому если вы успели посмотреть на правом экране, там как раз был пример скрин-лэп, то есть проскролливание экрана скрин-скролла. Джейм тоже нашел себе пятое сердечко. и нашел тот самый приз с 28 рупиями на убийство животных пожертвований от разработчиков. Фред Кафлин уже становится супер-танком с семью сердцами их. Хотя, в принципе, Джейм и Волон не особо отстают. Они быстро набивают себе сейчас набор ХП, чтобы легко справиться с Генном. Чтобы можно было стоять на месте и танковать. Любая из вот этих комнат с блоками есть стандартные места, где эти блоки можно сдвигать с места, и под ними есть секретные проходы. Немножко шуточек про книгу. со стороны Фреда была комната, где ров с лавой, через которую нельзя перебраться без лестницы. И не исключено, что оставшаяся часть вот этого подземелья вообще недоступна без того, чтобы найти лестницу. А лестница, скорее всего, будет в другом данже. То есть, не исключено, чтобы собрать нужный кусок Трифорса из вот этого подземелья, ему придется сначала найти лестницу в другом подземелье, где именно лестница, пока ни один из агранеров еще не знает. Ф. Кафлин нашел кусок Трифорса, только я не понял, почему он его не стал брать. Он вышел из комнаты, возвращается назад. Да, он его пока скипает, идет в другую часть данжа. Ну, по крайней мере, он знает, в какой комнате. Видимо, его цель сейчас обойти. Дело в том, что, если я правильно понимаю, при поднятии кусочка Трифорса вас автоматом телепортируют ко входу, а он хочет еще поисследовать данж. Ну да, в первой Зельде все данжи на одно, на один лей-аут. Это правда. Различаются немножко по цвету, но вообще вы можете посмотреть в левом верхнем углу каждого экрана, в каком они сейчас данжи находятся. кстати, эстимейт в час, который выставлен, но он на самом деле достаточно рандомный. Возможно, они подогнали конкретно вот что ж, Фред. Они одновременно оба подняли по Трифорсу себе. Ну, как видим, да, Трифорс действительно телепортирует его к выходу из данжа. Хотя, они были, опять же, в разных данжах, пятый и второй, но оба собрали себе по пол Трифорса одновременно. И у обоих 109 рупий суперключ и примерно одинаковое количество бомб. Вау! Фред Кафлин поднял очень крутой меч. Ну, собственно, во-первых, вот дамаг от меча резко увеличится. Кстати, смотрите на правый экран, там было как раз просачивание сквозь стену только что. Ну, а Джейн Милл зашел в очень дорогой экран с продающимися предметами. Задорого. Вот сейчас на правом экране смотри, что происходит. Он зашел как бы на правый угол экрана, но вышел с левой стороны за речкой, при том, что у него нету плота, то есть переплыть официально он не мог бы нормальным маршрутом. Но это как раз вот. Сейчас он опять манипулирует краем экрана, заходит туда, перемещается сквозь стену и продолжает дальше путешествовать по миру, там, где, по идее, вообще нету вариантов проходить в нормальном варианте, при нормальном геймплее. в пятом данже похоже еще ни один из игроков не нашел второй предмет. На экране у Джейм Ивола было просачивание сквозь блок. Есть такой еще глюк. ищет. Джейм Ивол ищет отверстие в стенах, где он мог пропустить какой-то секретный проход, но один нашел. компас у Эф Кафлина. Компас, в общем, есть в каждом в каждом подземелье, он открывает просто нам ну, целиком раскладку подземелья и подсказывает, в каком месте лежит Три Форс. То есть, показывает наше местоположение и местоположение Три Форса. Возможно, и каких-то еще предметов. теперь Джейм Ивол тоже не спешит подбирать на своем экране кусочек Три Форса. Он в Пятом мире, который недавно совсем исследовал Эф Кафлин, Джейм Ивол поступил точно так же, пошел бы исследовать подземелье дальше в поисках необходимых предметов перед тем, как поднимать Три Форс, потому что Три Форс достаточно далеко от входа и повторно туда заходить и искать нужные вещи было бы не круто. Старец, мудрый старец, ему сказал «Давно смотрю, в первый раз задонатил». Как бы стандартный текст пожертвования. Эф Кафлин зашел в ту проклятую, клятую комнату, где мог бы потерять себе счетчик бомб на один меньше, то есть там предлагалось внести пожертвования либо в размере 45 рупий, либо потерять одну бомбу из максимального количества бомб, сколько у него могло бы быть. Что ж, Джейм собрал себе еще один кусок Три Форса. Теоретически он впереди. Эф Кафлин пошел за своим кусочком Круассана. Джейм Ивелл идет за тем же предметом, который уже давно есть в Кафлина, который открывает доступ в седьмой данж. Изначально там вообще белый меч в той пещере. в пещере торговца, и там действительно была синяя свеча, о чем, собственно, там немножко раньше говорилось. Синие свечи неплохи для борьбы с некоторыми противниками. Вообще, из зелды предметы они все каноничные. Те же свечи используются, например, активно в Террарии. Они там нужны для увеличения или уменьшения спауна мобов. в Террарии. Ну, все, пошла речь про Айзека. Айзек, конечно, хорош. Одновременно я очень активно играл, запомнил полностью весь пул предметов. было интересно заучивать в общем целом. И уже года три вообще не запускаю Айзека. Как-то забавно так вышло. Фред тоже поднял себя синюю свечечку. Кстати, он по количеству кусочков Три Форса тоже наравне уже. И да, Джейм Ивелл добыл себе лестницу. Лестница это очень важно. Лестница позволяет проходить на бездомными пропастями через рвы славы и так далее. То есть ему гораздо больше сейчас доступно. Единственное, что обоим пока не хватает плота. для доступа еще к даму очень далекому данжу. Джейм Ивелла очень жестко расположен был мини-босс со всех сторон загражден от атак игрока. В конце концов он его все-таки выманил на открытое пространство. Смог продамажить. Эв Кафлин идет в том же данжи. Они оба сейчас в восьмом подземелье. И Эв Кафлину тоже предстоит сейчас найти лестницу. Так что он не сильно отстает по предметам от Джейми. Ну, книгу они оба поигнорили просто. Хотя один из персонажей говорил книгу вообще берите. Эв Кафлин решил сначала поджечь лестницу перед тем как взять пускай согревает его холодными ночами. Мои два замечательных дети и я хайп оба зелда рандомизор рун. Это не секрет для всех что мы рады увидеть великую рейс. Джейми активно пользуется бананом. Простите, это был не банан, а бумеранг. Это была шутка с основного стрима. Джейми поднял уже не только компас, но и целую карту карту всего подземелья. Он сейчас видит полностью изложение всего комнат. и еще два итема где-то здесь. Да, один будет behind that other staircase and the other будет быть floor drop somewhere potentially здесь. Ну всё, билет в четвёртое подземелье в арсенале у Джейми Вилла есть, у него есть все предметы, кроме одного. Ну то есть булку, в смысле книгу все уже видели, но они тоже никому не нужны. Неплохой текст, я искал Зельду, пока мне в колено не попала стрела. Сейчас заиграла интересная музыка, концерт или всё, вполне нормально. В восьмом уровне всё ещё идёт поиск последнего предмета нужного, и он явно будет за проходом по лестницам. Если это случилось, то мы будем сходить. Мы действительно, и мы видим еще один патч, в том, что может быть второй статус, Д-9. Этого никогда ещё не было. Всё лучше и лучше. Сообщение от мудрецов. И да, нашёлся блок со входом подземелья, но всего лишь контейнер для жизней. Не так уж и круто. Из зала кричат орб, я не понял к чему. Я не вижу на экране ни одного круглого предмета. Итак, Три Форс в восьмом уровне поднят у Джейми. Эф Кафлин до сих пор не нашёл плота. Обошёл уже полподземелья, хотя у него есть та самая карта. Он теперь тоже видит весь лояут и всё расположение предметов подземелья. Не исключено, что они смогут добыть себе и магический меч, который очень больно бьёт. Но для того, чтобы его поднять, нужно 10-14 количества жизней. Ну и Джейми воспользовался плотом и приплыл в четвёртый данж. Который за стеной воды. Эф Кафлин. Ну да, не собрал плот. Ну, ГГ, я согласен. Седьмой данж в рандомайзере, который находится на дне пруда. Он, там есть очень большая вероятность того, что он закончится за 3-4 экрана и есть вероятность, что придётся 20 минут его использоваться. Советы, которые дают Кафлин вообще прекрасные. Сложно разобраться, что у него там на экране, что за персонаж. Он избивает. Так, в четвёртом, в розовом данжене наш Джейм Ивилл нашёл уже свой кусочек Трифорса. Для того, чтобы почти собрать Трифорс целиком. Второй банан. Белого цвета. Ну вот теперь было легитимно кричать «Орб», потому что так сказал седо мужик на экране. Да, некий диск. С которой они выбраны. Но они не выбраны. Да, это не так разобработал. Да, не коровируйте. Ухо. О, вроде. О, вроде. А дырное зимы не спешится в комнате. Ага, Джей Мэвилл собрал кусочек сердца, ну то есть еще один хп-слот. Эф Кафлин оказался в родной комнате с Гомой и у него не было необходимых предметов, чтобы его победить. Это как бы легкий софт-лофт, из которого приходится выходить, просто нажав вверх А, переместившись к выходу из подземелья. Итак, Джей Мэвилл собрал седьмой кусочек Трифорса, и он хорошо впереди. Похоже на то, что у него пока шансы лучше складываются на быстрое завершение игры. Мы при этом уже 5 минут, как пересекли получасовую отметку. Пожертвование на 3000 долларов взлетело неплохо. Еще и анонимные, окей. Еще одно пожертвование в честь дочки возрастом в одну неделю по имени Зельда. Фред тем временем оказался... Так, они ищут... Ну, Гоу Моуд, это когда можно идти и бить Геннона. Главное его найти. Да, Фреду не нужно будет так много шариться по четвертому подземелью. Только проверить наличие там Геннона. Девятый уровень, он уравнивает шансы всех, независимо от того, сколько вы до этого набили предметов, насколько быстро шли. Но суть такого утверждения будет раскрыта уже, когда доберемся туда. Оба раннера сейчас активно исследуют седьмое подземелье. И седьмое подземелье это просто вот 33 комнаты полного недоумения, куда идти, где искать нужные места. Где вообще предметы лежат, где всех запятали. Где собака зарыта? Хотя, вообще Геннон это не собака, а свинья, но не суть важно. Что ж, даже у меня уже на западе в Беларуси уже светло. У вас, я думаю, совсем светло за окном. Большинство. Утро, разгар вовсю. Утро, возле, живет в своем имени. Боих игроки с этим купаться много проблем, пытаясь найти этот Tringle. Да, абсолютно возможность для Джам, Эвал, потому что если Фред не ассоция не найдет Трайфорс, после Джам, Джам уже надевает Трайфорс, у него нет 4 лоза. О, абсолютно. Если Джам может найти Трайфорс, то он будет наносить очень хорошо на голову. О, Джам! Он подняет белый Comareropharm на лицевую. У Джеймок, вы видите, последнее полсердечко, он получил удар от красного Визроуба прямо в лицо, и не исключено, что ему придется, что его отправят обратно к самому началу подземелья, при том, что у него нету карты всего подземелья седьмого, и, ну, правда, он набил себе еще сердечко, потому что все окей. Вообще, это такое, чреватое, он же, хотя и помнит примерно наизусть все подземелье. Да, Три Форса тут не нашлось под лестницей. Фред купил себе апгрейд бомб, теперь у него... Отлично, он набрал себе... У Фреда очень хорошая позиция, у него сейчас 12 бомб максимальный, он собрал себе тот самый кусок Три Форса, на который отставал от Джейми. Ему нужно идти в четвертое подземелье за последним его куском Три Форса. Ну и он уже тоже обзавелся плотом. Ну, где-то в седьмом, в седьмом подземелье, я попустил этот момент тоже, где он вошел себе плота. Так, Джейми, судорожно ищет себе последний кусок Три Форса в седьмом подземелье. Эв Кафлин это уже сделал и идет за своим последним куском в четвертой. Но ему не нужно будет долго шариться по четвертому подземелью. Но в целом они близко друг с другом. Они смотрят, как близко каждый из игроков к своему кусочку Три Форсу. Вполне возможно, что они одновременно зайдут, ну подберут его или с разницей буквально там полминуты и одновременно зайдут в девятое подземелье или очень близко по времени. Так что все еще очень плотная гонка, хотя у каждого из них был свой уникальный путь до такого количества предметов, которые они собрали. Фред нашел... да, он поднял свой кусочек Три Форса. И он первый отправляется в девятое подземелье. Да, разница действительно меньше полминуты. Джейн тоже поднял себе последний кусочек Три Форса. Это очень-очень плотно. Он тоже вовремя купил последнюю апгрейд бомб. У него не было бомб вообще, но он вовремя потратил рупии и апнул себе счетчик бомб сразу до максимума. Итак, сейчас небольшая пробежка по Оверворлду со скроллами экрана. И Эф, Кафлин нашел... Вот этот секретный девятый данж. Эф, Кафлин нашел карту с черепком, карту девятого данжа. Ресурс менеджмент будет ключевым, потому что они будут играть в Хайрул любимый гейм-шоу Хайрул. Да, они сейчас будут играть в любимую игру всех обитателей Хайрула. Найди ту самую стену с дыркой для бомбы, чтобы найти Геннона, путь к Геннону. Перед этим некоторое время назад Фред сделал манипуляцию, когда он вышел из комнаты и вернулся назад, чтобы диспавнить большинство врагов и спокойно поднять себе оставшуюся в пустом в пустой комнате карту. Сейчас идут поиски Зельды, и как только любой из персонажей оказывается в комнате с врагами с закрытой дверью, вычищает всех врагов, а двери не открываются, значит однозначно известно где Зельда. Смотрите-ка, походу Джейн Муэлл действительно нашел комнату с дверью, которая не открылась, то есть Джейн Муэлл знает в какой комнате Зельда. Теперь ему нужно найти Геннона и побить его. Эв Кафлин еще там не бывал, он правую сторону подземелья изучил. Полная комната визорубов на экране у Джейн Муэлла, но правда он не впитал много урона там. Эв Кафлина оставалось всего две бомбы, но он сумел сманипулировать дропом с врага. Ооо, вот и Геннон. Так-так-так. 8 ударов нужно, чтобы убить эту свинью. Казнить. 4, 5, 6, 7, 8. И бекон. Мы получили свою порцию бекона. Кормушка есть, можно поесть. Отлично. Эв Кашлин, да-да-да. Ну и его задача найти ту самую комнату с закрытой дверью, которая теперь откроется. Эв Кафлин. Пока ходит по верху подземелья, ближе к верху, он не знает пока еще где комната Зельды. Он же не подсматривал за экраном Джейми. Ииии Джейми пошел бить Геннона, он-то знает где комната, даже без карты. Вот тут уже очень серьезно. Гоночка, два удара. Он нанес. Третий, четвертый, пятый, стонлок. Шестой, седьмой, восьмой. Есть. Бекон. Бекон. Кажется, Джейми все-таки вытащит победу, потому что он точно знает куда бежать. Ему нужно бежать ровно влево. Хотя Эв Кафлин ближе сейчас к тому месту, но он не знает точной комнаты. Да. Эв Кафлин просто нажал вверх А и пошел к выходу из подземелья. Джейми идет другим маршрутом, и Эв Кафлин, он просто в правой части подземелья, а Джейми идет напрямую туда, где будет выход. Да, походу он прокашлял. И вот закрытая дверь. Нет, это еще не та закрытая дверь. Сори. Эв Кафлин просто блуждает, не имея представления где-то самая комната. И... Подготовьте свои джи... джи... джи, джио. И это время. 49 минут... И 4 секунды у... А, даже 48,59 м? У Джейми... Айф Кафлин только нашел в этом времени NPC, который ему сказал Ха! Ты прокашлял победу! Да, да, да. Спасибо, вы героин... Простите, герой Хайрула. Наконец-то мир вернулся в эту страну. Все прекрасно. И смотрим титры. Сейчас будем смотреть, насколько он... Насколько Эв Кафлин отстал. Ну, это была очень плотная гонка. И Джейми действительно очень сильно повезло найти эту комнату заранее. Все свелось к тому единственному отличию того, что... Да, то, что Эв Кафлину просто не получилось зайти в левую часть подземелья и найти... Тот самый... Ту самую комнату с дверью, которая не открывается при убийстве всех врагов. Немножко невезение привело к тому, что он... Вот уже лишних две минуты после убийства Гэннона бегает, бегает, бегает и ничего не может найти. Хотя Гэннона он убил первым. Ну и Фред, наконец-то, уже в той части данжа. Прошел через подземный переход по лестницам. Фред, давай! Фред, вперед! Ты можешь! Фред, вперед! Да, правда! Сейчас Эф Кафлин немножко на другом маршруте. В комнате был с шестью визерубами красного цвета, который ему сняли хп просто до последнего. Если он еще в какой-то комнате с этими закоминателями, кажется, он может серьезно попасть опять на выход из... Ой-ой-ой, куда он попал. Выходит. Я, кажется, не туда зашел, говорит. Сейчас вообще далеко-далеко. Хотя у него и есть карта, но он все еще не имеет представления, куда нужно идти. Короче, там была комната, в которой нужно было заплатить дань либо деньгами, либо счетчиком бомб. Но он сказал, не буду. Нажал верх А и пошел к выходу из подземелья. Продолжает свои бесплодные поиски. И это будет еще долго продолжаться, судя по всему. Ну, в принципе, он идет через подземелье. В ту ли часть данжа или нет? Близко, близко. На диване у нас же был спайк, если я не ошибаюсь. И еще. Ну, там громкий аплодисмент. Фред Кафлин прошел наконец. Он нашел свою Зельду. 53 минуты 26 секунд. Отлично. Оба уложились в стиммейт. У всех сохранились их кормушечки. Это прекрасно. Хороший забег. На самом деле, красиво. Зал полный. Зал аплодирует почти стоя. Но это был классный забег. Особенно плотно оно выглядело, когда Ф. Кафлин первым нашел и убил Геннона. Джейм Ивл даже еще не знал, где его искать. Но, правда, уже знал, где искать Зельду. Вот в этом, как бы, девятый уровень. Это и есть великий уравнитель или великий рандомизитель. То есть, который путает шансы всем. Ну и у нас на подходе... Итак, да, легенда о Зельде. Рандомизированная. Или, как по-русски сказать, обслучанинная. Закончилась. На подходе у нас Дельта Руна. Над история. И I don't even know, кто будет это дело комментировать. Перегенерированная. Да, похоже. Хорошо. Хорошо. Что у нас будет на этой богусной игре? Не, я не буду себе спойлерить Дельта Руну ни в коем случае. Ты противопоказана. Я ее в глаза еще не видел. И... Дуно Тлонд. ПОММЕНТИЕ. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Now guys, this is a very cultured tem, you can tell. This is the kind of tem that went to Kulag. Now as someone who got to go to Kulag myself, I can appreciate that. And I hope you all can too, which is why this is going to be a $30 minimum donation for this beautiful statue. Again, from now until the end of We Love Katamari. Guys, we have so many amazing prizes available for you right now. I want you all to go over to GamesteadQuick.com, check out the tracker, because it's going to have all the information you need about upcoming speedruns, upcoming prizes, and ways you can put those donations towards fun bonus challenges for our runners in the way of incentives, and even bonus games to put on our schedule like StarCraft tomorrow. So with that, that's going to be just about it for me. I'm going to throw it back up to the front with Edobean as we get ready for the much-anticipated Delta Rune race with Cookie, Apocalypse, and Shea. Thank you so much. I'm just going to read maybe just a little few ones before I hand it over to the lovely Skybills. I have a $10 donation from NYRambler that says, Zelda 1 Randomizer and Jam Evil were the first things that got me into the world of streaming and randomizers. Without him, I would not be part of an amazing community of many randomizers. Special shout-out to Lowe's Cards Fan23 and Adrien Deck Rick for inspiring me to be a commentator as well. I prefer Link to the Fast Randomizers, but Zelda 1 Randomizer was my very first game streamed on my channel, and it will always be near and dear to my heart. Good luck to both of you. We're all counting on you. And then we had a $25 donation from Static Crowbar that says, How about that Legend of Zelda race? That was so good. Amazing job to both runners. Good luck to all runners. And mad, shout-out to the tech crew for making this possible. Let's get that $2.5 million hype! Alright, and that's it for me, guys. I'm going to go hand this over to the lovely Skybills. Thanks to you for having me. I will see you guys later. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok I'll try it All right, welcome back to Summer Games Done Quick 2019 I am your host Skybills for this segment at Deltarune Very, very excited to see this run First, a few donations Oh, come on, I know y'all could get more excited than that Come on, let's do it We have $20 from the master DS that says Excited to see Deltarune's premiere Fantastic game, let's go We also have $25 from our own couch TGH197 that says They didn't let me have a headset So this is the only way I can communicate Hello Hello